Узмацнение информационной отлома маршальной работы, больше глубокий анализ ситуации на рынке прации, принятие додатковых мер по працеулаткованию людей с обмежеванными махшимостями. На сегодняшнем посяжении Абылвы Конкама, разлеженный ход реализации декрета президента номер 3, обсаденишении занятости насильництва. Ситуация ознайомились наши корреспонденты. Головный вывод. Ситуация на рынке прации застаётся стабильной. Официальный уровень беспрацовья – 0,3%. Колькость граждан, которые всё лето свернулись в центре занятости по пытаниях працеулаткования, сменьшилась больше как на 10%. Полепшилась, становившись дня полной занятостью. У целых с пяти прогнозных показчиков выконываются четыры. Проблемной застаётся только ситуация с працеулаткованием граждан на зноу, створенной в творчестве и предприемстве. Уменьшилось количество разработчиков, стоящих на учёте, увеличилось количество вакансий, которые имеются на предприятиях, организациях. В этом году у нас было шесть районов, которые относились к территориям с напряжённой ситуацией на рынке труда. В пяти из них ситуация улучшилась. И они вышли из этой категории. В одном ситуация не изменилась. Пытание, какое обмерковывается уже не первый год, про сладкование людей с обмежеванными махчимостями. Нельзя сказать, что ответные меры не принимаются. А линии сокрыт и то, что не на усих предприемствах имкнутся допомогать инвалидам. Рассматриваются новые подходы к стимулированию нанимателей по привлечению к себе трудовых ресурсов. Лиц, которые имеют ограничения, имеют инвалиды. Рассматривается, внесено такое предложение, как квотирование рабочих мест на предприятии с численностью более ста человек. Ситуация, якая так само выкликая заклопоченность, покуль на Гомешине означается дисбаланс попыту и пропанул. У Списи наибольшь запотребованных на рынку працы зараз водители, тракторысты, швачки, повары, урачи, медсестры, зоотехники. У той же час частка претендентов на иснуючие вакансии поспела стратить працонные навыки. Подчас посереджения Абл-выконками пропануется зарабить глубокий анализ профессийных якостей кожного непрацующего, что позволит реально оценить ситуацию и ответственно уносить коррективы в проводимую работу. При этом особливая увага людям, которые долго не работают, а часто и в уголе не ожидают. Размова в первую чергу об грамотинах, которые ведут о социальный ладжиття. Все лета с этой категории на Гомешине працал от Кавана только коля 100 человек. Еще одно обмеркованное питание – створение умов для самозанятости насильства. Проведение информационно-разъяснительной работы с категорией граждан, которые осуществляют ремесленные виды деятельности, которые могут осуществлять деятельность по заявительному принципу, не регистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, которые имеют возможность сдавать квартиры или иное помещение в НОЮ. Налоговые инспекции также проводят контрольные мероприятия в отношении физических лиц, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность. И в соответствии с подпунктом 7.2, пункта 7 декрета главы государства номер 3, конечно же, анализируем физических лиц на предмет превышения их расходов над доходами. Если сказать одну общую цифру, то за 2019 год число самозанятых с учетом роста наемных работников, индивидуальных предпринимателей за 2019 год увеличилось порядка на 5,5 тысяч человек в Гомельской области. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отели радиокомпания Гомель.